здравствуйте коллеги с вами саков роман компания драмаркет и рад приветствовать на нашем новом видео сегодня понедельник традиционно поговорим о том как закрылась неделя предыдущая что произошло на выходных ну и что нам ожидать на этой неделе перед началом напомню что если вам нравится это видео если они для вас полезны не забывайте ставить лайк и ну и ваши вопросы также оставляете в комментариях к этому видео а и так начать хотелось бы с того что америка открылась несколько ну точнее фьючерсы на s&p 500 на азиатской сессии торгуются пока в негативной зоне пятница тоже была закрыта довольно негативно для американского фондового рынка и сейчас мы видим пока продолжение данной нисходящей динамики но в целом если посмотреть на картину с точки зрения s&p 500 мы видим торговлю вблизи уровне поддержки от которых вполне вероятно мы можем вновь увидеть восстановительное движение поэтому по крайней мере я для себя данный сценарий рассматриваю чуть позже даже расскажу о той сделке которую открывал на прошлой неделе и также который добавился сегодня с утра а также на вокруг текущих вопросов которые стоит обратить внимание давно мы не смотрели на карту по распространению коронавируса но тем не менее сейчас я считаю что вновь пора к ней вернуться по крайней мере для того чтобы все были в курсе кто не делает это самостоятельно сейчас динамика новых случаев опять вновь пошла в рост опять европе идут закрытия часть работника переходит на удаленку но собственно вот сейчас повторяется этот период и собственно та вторая волна которую ждали она вот собственно сейчас именно появляется конечно это тоже является некоторым негативным фактором особенно для фондового рынка особенно на фоне того что пока о новом стимулирующем пакете мер соглашение не было принято да в сша соответственно это несколько не дает на рынку двигаться дальше вверх но вполне вероятно что чем хуже будет становиться ситуация тем быстрее будут на производить меры его администрации трампа ну и в целом помню как раз стимулирующие политики поэтому сейчас мы видим новые новые всплески сейчас сша пока еще остается на первом месте затем индия затем брасилия россия и перу если посмотреть по случаям заражения в сша то после небольшого спада который мы видели ну собственно начиная с августа доходили до мини до минимальной значения то есть мы видели абсолютно точно нисходящий тренд то сейчас уже некоторые есть попытки вновь начать расти и на последние последние деле вновь мы приближались к отметке 50 тысяч случаев заражения в день что ну так же является довольно таки серьезным а еще один вопрос который сейчас является важным и с точки зрения отношения сша и китая это вопрос вокруг тик ток как было то есть на минувших выходных трамп посмотрел данную сделку и дал свое согласие то есть как написано здесь трамп благословил волмарт и оракол по сделке с тик ток напомню что волмарт и оракол они поделят часть как раз новой компании которая будет организована и будет действовать на территории сша то есть эти эти действия они призваны к тому чтобы оградить жителей сша от того чтобы их данные уходили в китай собственно это был было камнем преткновения поэтому об этом стало известно на выходных и теперь давайте посмотрим что будет ожидать на текущей неделе собственно по этой неделе сегодня в понедельник будет выступление лагард 15.45 затем на во вторник будут выступление председателя банка англии и также выйдут данные по сша это продажа на вторичном рынке и выступление паула то есть мы видим что первая половина этой недели насыщена как раз нам выступление вполне вероятно что вот те высказывания которые будут даны главы центральных банков они могут как раз не повлиять на волатильность на рынке но опять же сейчас пока ничего существенного не ждем только может не повлиять на мой взгляд позитивно если все-таки вопрос со стимулирующими мерами будет ускорен и это придаст как раз новый импульс фондовому рынку а также и в среду пройдет выступление паула и также в среду будут опубликованы данные по запасам нефти как обычно четверг продажи нового жилья также и выступление еще раз паула да то вся неделя будет насыщена на его выступление ну и пятницу начнется саммит лидеров ес опять же то о чем договорятся вероятно смогут не сразу договориться вероятно будут будут обсуждать ситуацию вокруг выхода великобритании а ну и в целом того как вы восстанавливается экономика поэтому также неделя может быть довольно таки интересно опять же не на те события которые у нас выходят стандартно а то как где будут действовать главы центральных банков ну и представители стран соответственно теперь давайте посмотрим с точки зрения текущей ситуации то есть что мы сейчас видим по по текущему моменту по евро доллар у нас на текущем но все еще продолжаем торговаться в боковике область поддержки интересно для покупок который я отмечал ранее там отметка 117 на прошлой неделе то есть последние два торговых две торговых сессии мы попытались уйти в рост соответственно сейчас если цена сможет удержаться выше уровней 118 25 то вероятно после этого у нас может последовать как раз на еще одна волна снижения тогда будем искать опять возможности купить по чуть более низкой цене то сейчас вот очень большой вопрос да если в целом резюмировать а в целом многие инструменты начали подрастать да то есть начали восстанавливаться но наверное сегодня будет показательный день то есть если мы все-таки сможем удержаться выше тех уровней которые были зафиксированы на прошлой неделе то это будет при посылке на то что рост может начаться если нет то мы вероятно увидим еще одну волну о снижении в том числе по сделкам а по британской валюте здесь у нас также сейчас мы корректируем все от максимум которые были сформированы на прошлой неделе не смогли уйти выше максимум среды выше уровня 130 и сейчас пара британский фунт американский доллар также корректируется здесь с точки зрения моей моих действий здесь у меня была открыта сделка еще 15 сентября и продолжаю держать стоп я пока перенес за данный минимум но я буду пристально следить за областью поддержки как раз минимум в пятницу если мы сможем закрепиться ниже данных уровней то скорее всего сделки я буду выходить руками дальше буду сказать уже новую возможность а присоединиться чуть ниже в зависимости от того как цена будет вести себя вблизи данного уровня то в целом в целом я ожидаю для себя продолжение роста и принципе предпосылки здесь к этому есть поэтому будем смотреть как ситуация будет развиваться дальше а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы вошли что называется в боковик то здесь область практически с десятых числа в сентября мы торгуемся диапазоне 1.31 на 1.32 и вот пока есть вялые попытки выйти как раз выше данных уровней поэтому сейчас точки зрения часового таймфрейма я бы сказал что мы больше смотрим на укрепление американского доллара по данной валютной паре поэтому здесь как дальнейшие идеи для действий то есть я бы смотрел куда придет в данное движение то есть прям в область 1.32 90 1.33 вот оттуда уже искать новые возможности на продажу сейчас ну конечно продавать не самая оптимальная ситуация то есть пока здесь сигнал как раз нам на продолженность не появился если цена сможет уйти ниже уровня 1.31 это как раз минимальное значение которое было в пятницу зафиксировано то в этом случае уже развитие нисходящего сценария мы можем ждать более интересный тогда на заход на коррекциях здесь можно будет рассматривать а по паре американский доллар японская еда ну вот фактически сейчас мы уже реализовали то сценарий о котором мы говорили то есть да было не совсем комфортно цена для того чтобы откроет на продажу но тем не менее то есть цель цель сейчас до до целевых уровней мы уже пришли поэтому ближайшее время здесь может последовать как раз коррекция вот эту коррекцию имеет смысл опять же рассматривать для входа на понижение поэтому сейчас опять же открывать новые позиции на продажу по данному аренду паре я считаю пока не стоит так как риск здесь довольно таки большой а по паре австралийский доллар американский доллар здесь мы продолжаем двигаться в сторону восходящего движение и также цель до целя пока мы не дошли цели это как раз последнее значение которое были зафиксированы а в конце августа т.д. и рассматриваем Как раз продолжение роста Но, опять же, довольно-таки рваные движения Довольно-таки, ну, то есть, некомфортны были цены для входа То есть, мы довольно-таки быстро начали расти Затем импульс сошел на нет тоже, ну, довольно-таки быстро И мы, фактически, видим последние две недели Цена торгуется в боковике Поэтому здесь, ну, с текущих уровней я заходить точно не буду Если мы, опять же, увидим еще одну волну снижения То есть, уход ниже 72-82, это минимум пятницы То вот тогда уже, в зависимости от того, где это снижение остановится То есть, я уже тогда буду искать возможности заходить на покупку заново По новозеландцу, тут чуть более интересны были движения То есть, сейчас как раз мы остановились по сопротивлению Это декабрь 2019 года То есть, вот отметка 67-58, в которой вблизи сейчас как раз и торгуемся От которой, вполне вероятно, может начаться коррекция Опять же, тренд, да, восходящий, но покупать сейчас довольно-таки опасно Поэтому, то есть, мы покупаем по самой максимальной цене Поэтому здесь имеет смысл дождаться коррекции И, опять же, заходить в данную позицию Золото пока торгуется в боковике У нас здесь такой, ну, можно сказать, треугольник Да, общая динамика пока сохранится восходящая Поэтому, как основная цель, я буду искать возможности покупать, да, золото Но, опять же, не с текущих уровней То есть, сейчас пока мы видим попытки начала восходящего движения Но с текущих уровней не самые комфортные цены Как раз для того, чтобы это делать Если мы уйдем обратно на 1900-1917 То есть, тех уровней, я считаю, что будет заходить в покупки более комфортно И этой ситуации как раз я для себя и жду Индекс DAX, ну, вот сегодня начинает, видимо, отыгрывать Как раз ту ситуацию, которая была на прошлой неделе-пятдес То есть, открылась уже Европа И сейчас цена пытается вновь протестировать Протестировать минимальные значения, которые мы видели в сентябре Опять же, по DAX, так как тренд у нас основной сохраняется восходящий Поэтому искать покупки здесь тоже считаю максимально разумным Цели по снижению, которые здесь могут быть То есть, ближайшая остановка это 12640 Но можем сходить чуть глубже на 12200 И, опять же, в зависимости от того, где мы видим эту остановку Оттуда будем и пробовать как раз данный инструмент покупать По S&P, как я уже говорил, то здесь я для себя рассматривал Ну, такой способ, как раз протестировать еще один вход Одну сделку я открывал еще в четверг вот на данной коррекции И вторую сделку я открыл сегодня ночью Как раз связано это с тем, что если мы видели То есть, предыдущие несколько месяцев То есть, в пятницу произошло истечение фьючерсного контракта по S&P 500 И прошлые несколько раз, когда эта ситуация происходила Мы видели, да, снижение Потом с этих уровней индекс S&P 500 начинал отрастать обратно Соответственно, здесь была точно такая же идея Которую я решил для себя попробовать Дождаться того, как откроется, соответственно, в понедельник Как начнет торговаться контракт на S&P 500 Но сейчас мы видим, что уже цена практически подходит к моему уровню ступлос И вполне вероятно, что сейчас, пока я записываю это видео Он уже сработает и сна уйдет дальше вниз Но, соответственно, здесь всегда есть риск Всегда подобные ситуации, особенно войти на самых минимумах Они всегда чреваты Поэтому сейчас по S&P 500 То есть, я жду неплохие уровни для того, чтобы начать вновь расти То есть, уровень 3.300 Довольно-таки неплохой Плюс новый фьючерсный контракт Вполне вероятно, что на Америке будут опять откупать Но, опять же, мне нужно ставить ступлос Я не торгую без ступлоса И сейчас как раз он довольно-таки комфортный Довольно-таки оптимальный на текущий момент Ну и, в принципе, его больше, наверное, ставить здесь некуда Но вот ждем, как эта будет ситуация реализовываться Здесь я для себя жду как раз продолжения восходящего движения Но если обновим локальный минимум То, вероятно, будет еще один заход вниз И я буду искать уже более низкий уровень Для того, чтобы войти для себя на продолжение роста То есть, сценарий восходящий, вопрос, где к нему присоединиться Ну и нефть марки Brent Также прошлую неделю неплохо, довольно-таки неплохо отрастала Сейчас мы вновь начинаем корректироваться Сейчас мы пытаемся закрепиться ниже минимальных значений Которые были сформированы в пятницу Ну, посмотрим, как это нефте удастся Но, в целом, пока здесь динамика с точки зрения часового таймфрейма У нас сохранится восходящая Если увидим закрепление ниже минимальных значений Которые как раз были зафиксированы в пятницу То вполне вероятно, что еще одну волну снижения в область 40-40-50 Мы здесь сможем увидеть Ну вот, к текущему часу ситуация такая Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео Вопросы оставляйте в комментариях Ну, мы с вами увидимся в среду Посмотрим, как данная ситуация реализовалась Как реализовались мои сделки Какие новые интересные идеи будут появляться Ну, и обязательно это обсудим Всем желаю хорошей торговой недели Хорошего торгового дня Увидимся в среду Всем спасибо за внимание И до свидания Ну, и не забудьте поставить лайк Субтитры сделал DimaTorzok